С утра в храм Сурбасарги с непрерывным потоком шли люди поставить свечу, почтить память предков, принявших мученическую смерть. Спустя сто лет со дня трагедии всех погибших причисляют к лику святых. Канонизация в армянской апостольской церкви происходит впервые за последние 500 лет. В святом Мечмядзине происходит знаменитый духовный обряд и во время этого духовного обряда с молитвами, с благословлениями происходит канонизация и все полтора миллиона армян уже стали святыми армянской церкви. Среди пришедших храм на траурную службу представители армянской общины курорта. Много молодежи среди них и потомки биженцев из Османской империи. Память о жертвах трагедии в армянских семьях передается из поколения в поколение. Артур Мурадян рассказывает, когда в Турции начались гонения христиан, его прадеду было 17 лет. В живых он остался чудом. Мой дед, сумевший спастись, сам свою семью, еще несколько семей, сумел перебраться в город нынешний Гюмри. На сегодняшнее мероприятие, не только сегодняшнее, это в первую очередь дань памяти, потому что они сражались, умирали с надеждой, что мы будем жить и помнить их. Символ памяти о жертвах геноцида армян – незабудка. Именно этот цветок на всех языках имеет единый смысл – помнить, не забывать и напоминать. В чашечке цветка графически изображен мемориал в Армении. Цвет незабудки символизирует прошлое, трагедию геноцида, настоящее будущее. Пять лепестков – это пять континентов, давшие пристанище армянским беженцам. После обряда канонизации – поминальный колокольный звон. Ровно 100 ударов в 19 часов 15 минут по ереванскому времени. В знак солидарности с армянским народом одновременно звонили и во всех православных храмах Сочи. Елена Всецна, телекомпания ФКТ. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.